Еженедельное оперативное совещание прошло в городском округе Люберце. Итоги минувшей недели подвели руководителей структурных подразделений и органов администрации. Совещание началось с доклада об оперативной обстановке на территории городского округа Люберце. Всего за прошедшую неделю в полиции поступило 1300 обращений граждан. В результате было возбуждено 44 уголовных дела, 37 из которых раскрыты по горячим следам. Особое внимание было уделено работе по предотвращению террористических и экстремистских проявлений. В мероприятиях были задействованы сотрудники МВД, ФСБ, руководители управляющих компаний и предприятий. Если вы будете знать, где есть места концентрации иммигрантов, пожалуйста, сообщайте. Или через службу 112, что по такому адресу проживают иммигранты. Иммигранты или где-то в подъездах снимают квартиры граждан других стран ближнего СНГ или Северо-Кавказского региона. Для того, чтобы участковые полномочия совместно с администрацией, совместно с ФСБ мы могли проверить эти адреса. С началом весны наступило горячее время для пожарных, которые вынуждены выезжать для тушения горящего мусора и сухой травы. Но отличились наши огнеборцы не только на поле битвы с пожарами, но и на соревнованиях по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. В городе Кострома команда пожарной части 232 из Октябрьского, представляя Центральный федеральный округ, завоевала первое место. Были озвучены на совещании кадровые перестановки. С сегодняшнего дня блок вопросов ЖКХ в администрации будет курировать Александр Проваров, ранее возглавлявший крупную управляющую компанию в Краскове. А Эдуард Сигалов займётся транспортными проблемами. Хотя его доклад был посвящён жилищно-коммунальному хозяйству. В частности, координации работ при устранении аварий и технологических сбоев на всей территории городского округа. Необходимо поселениям сейчас разобраться ещё раз в вопросах устранения аварий и технологических сбоев, сложных технологических сбоев. Здесь при необходимости необходимо заключить договора на аварийное обслуживание с тем же нашим Люберецким водоканалом, если необходима техника с Люберецкой теплосетью. Потому что в основном задержка происходит из-за того, что отсутствует техника, не знают алгоритмы действия. Полным ходом в округе идут работы по ремонту дорог и тротуаров. Однако Владимир Ружицкий не удовлетворён её темпами. Мы должны заниматься ремонтом дорог. Мы должны заделать ямы на дорогах. Понятно, что были погодные условия не самые лучшие. Сейчас наступили хорошие деньки. Впереди Пасха, 1 мая. Поэтому нужно просто всё поджать. 8 апреля на всей территории муниципалитета был проведён субботник, в котором приняли участие более 25 тысяч человек. В рамках акции были проведены в порядок улицы, 329 дворов, прибрежные зоны водоёмов, 17 зон отдыха и памятных мест, места общественного посещения и отдыха жителей, общеобразовательные учреждения, торговые предприятия. Всего было проведено в порядок более 250 объектов. Только за один день было собрано и вывезено почти 3000 кубометров мусора, отремонтировано более 100 малых архитектурных форм, восстановлено 200 погонных метров ограждения, высажено 120 кустов и деревьев. Глава призвал не снижать темпов. Ведь через две недели, 22 апреля, состоится ещё один субботник. А на 29-е назначена акция «Лес Победы». Ольга Щевелёва, Никита Скраган, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ.